За предоставление раннего доступа, спасибо компании Electronic Arts и программе Games Changer. Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили, и сегодня мы с вами продолжаем смотреть на игровой набор Мир Магии. И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на мебель, которая пришла к нам с этим игровым набором. Сразу вам скажу, что мебели немного. По большей части, наверное, меня расстроили те моменты, что разработчики не добавили новых кустов, деревьев и растений. Ну, волшебная тематика, все-таки можно было как-то разгуляться и придумать что-то интересное. А так, в принципе, по мебели все очень прекрасно. Кровати, диваны, тумбочки, стулья и многое другое, что вы сейчас видите на своих экранах, имеет просто гигантское количество расцветок и выглядит ну очень здорово. Знаете, я немножко в стилях мебели не разбираюсь, но как по мне, так это, наверное, викторианский или немножко готический стиль мебели. Все вот эти вот балдахины, резное дерево, красно-черные цвета, золотые принты напоминает мне готику. Посмотрев на весь контент, который представили нам разработчики в этом игровом наборе, я понял, что с помощью этого контента вы сможете построить замечательную гостиную и немножко спальни, да, поставив туда кровать и прикроватные тумбочки. Кухонных же принадлежностей очень мало, всего две тумбочки, одна барная, вторая обычная тумба для готовки. Есть два книжных шкафа, а также различные кофейные столики. Также их, по-моему, два, или я сейчас ошибаюсь, по-моему, один, да, по-моему, кофейный столик всего один. Также в этом игровом наборе присутствуют ковры. Ковриков два, не считая огромной, наверное, такой каменной плиты с магическими рисунками, куда в центр вы можете поставить котёл. Возможно, немножко забегая вперёд, расскажу вам одно. В этот игровой набор, наконец-таки, добавили новый вид люлек для младенцев, что очень-очень круто. Ни в одном другом игровом наборе, по-моему, не добав... Нет, в вампирах. В вампирах была люлька для младенцев, но, знаете, она была исключительно для вампиров. Она была такой настолько готической, настолько тёмной, что её, мне кажется, в обычный дом было, ну, как-то странно ставить. И все пользовались обычной, классической. Но сейчас с игровым набором Мир Магии появилась такая люлька, которую не странно будет поставить в дом, потому что есть белая расцветка с балдахином. Знаете, вот как такая вот нежная, аккуратная, классная люлька для девочки, возможно, да? А если её перекрасить в какой-нибудь другой цвет, то, возможно, и для мальчика подойдёт. Что меня больше удивило в игровом наборе Мир Магии, так это освещение. Оно тут необычное. Да, костёр горит не из брёвен у котлов, а именно из каких-то кристаллов магических, которые ваш персонаж может поджечь, и из них идёт либо синее, либо обычное красное пламя. Также это касается и люстр. Теперь там горят не обычные лампочки, а какие-то магические сферы, которые осветят ваш дом. Также есть классный золотой подсвечник, но, разумеется, расцветку у него можно поменять, который не имеет свечей. В нём нет свечей, но в нём есть пламя. Магическое, разумеется, пламя. Разумеется, разглагольствовать и обсуждать предметы можете ещё долго. Например, различные магические трюмо, где находятся всякие ингредиенты для зелий, волшебные палочки. Кстати говоря, кейс для вашей волшебной палочки здесь также предусмотрим. Вы можете просто вытащить вашу волшебную палочку из багажа персонажа и переместить её в этот кейс. Ну а также обратно её переместить из кейса в багаж, для того, чтобы ваш персонаж начал пользоваться магией. Разумеется, купив волшебную палочку, вы сможете хранить её постоянно в кейсе, так как в игром наборе «Мир магии» ваш персонаж может использовать магию без использования волшебной палочки. Также хочу отметить одно «но». В этом разборе и в этом обзоре я посмотрел только на те предметы, которые доступны в режиме строительства, так как в этом игром наборе очень много предметов, которые, скажем так, скрыты. Например, волшебные палочки, мётлы и многое другое. Всё это находится в режиме отладки. Где вы можете просто взять и, разумеется, купить, например, в том же волшебном мире, и ваш персонаж будет иметь ту или иную вещь. Например, волшебную метлу или усовершенствованную волшебную метлу. Волшебная пушка, вроде она так называется. Ну ладно, не буду вас отвлекать от обзора этой прекрасной мебели. Мне мебель понравилась, точно так же, как и одежда. Но, разумеется, геймплей мы с вами сможем посмотреть уже на трансляции. Сегодня 18.00. Всех очень сильно жду. Вот. Ну а я побежал готовиться к трансляции. Всем приятного просмотра. С вами был Сергей, это канал Хабагивили. Всех люблю и всем пока-пока-пока, мои хорошие. Если вам нравится обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всех люблю и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok